Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы описываете ситуацию, в которой у вас есть девушка на расстоянии Дмитрий, вы описываете ситуацию, в которой вам эта девушка нравится. Вы описываете ситуацию, что вы достаточно робко себя ведете. Вы описываете ситуацию, что у нее есть еще молодой человек, с которым она познакомилась уже, общаясь с вами. И вы описываете ситуацию, ну, по сути, такого любовного треугольника, получается. Соответственно, в любовном треугольнике, на мой взгляд, имеет смысл, конечно же, ну, обратиться к своим приоритетам, вот, в любом треугольнике. Имеет смысл обратиться к аспектам, которые вам важны, вот, и обратиться к своим приоритетам. Так что определите для себя, что для вас важно, вот, что для вас ценно, вот, что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо в отношениях, да. Да, и что вы хотите, ну, гипотетически, да, например, для себя, что вы хотите для девушки. И, соответственно, в этом или в этих направлениях двигаться. То есть это вот те аспекты, те моменты, на которые вам имеет смысл обратить свое внимание. У вас довольно ярко выражена, как мне кажется, неуверенность в себе. Довольно ярко и довольно, ну, довольно ощутимо выражена неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах. Достаточно ярко у вас проявляется страх и вы как будто бы все время пытаетесь опереться на девушку. В этом смысле. То есть как будто бы все время вы ждете от нее. какого-то решения. Вот. Вот. При том, что девочка сама может не знать, чего она хочет. что-то вполне нормально и вполне естественно. И то, что вы, ну, в какой-то степени давите на нее, то, что вы в какой-то степени сами, ну, не имея возможности определиться, да, не имея возможности для себя решить, чего вы хотите, то есть, ну, как будто бы не желаете рисковать, да. Вот. Тем самым вы создаете у себя такое чувство, как раз таки чувство неопределенности, потому что сами неопределенность тем, что вы будете делать. А вот, то есть, здесь история про то, что, например, если вы сами, допустим, чего-то не хотите, да, ну, просто вот, если вы сами, допустим, чего-то не хотите, да, ну, просто вот. Чего-то не желаете, если вы сами, ну, для себя чего-то не допускаете, допустим, то вам же, как бы, самому в данном случае нести ответственность за это. То есть, если для вас неприемлема, например, любовный треугольник, если для вас неприемлема такая вот, грубо говоря, борьба, да, когда вот, ну, несколько мужчин, там одна женщина, как бы, вот, как будто бы борется, да, и сражается, как бы, вот, ну, за внимание, то, соответственно, в этом случае вам, ну, как бы, ну, нужно что-то для этого делать, вот, понимаете, да, то есть, ну, нужно какую-то позицию продвигать. А у вас с этой позиции как будто бы и нет, вот, в чем, собственно, беда заключается, вот. И, на мой взгляд, именно отсутствие у вас четкой позиции, отсутствие может быть понимания того, что вы чувствуете к девушке, да, то есть, вот, отсутствие понимания того, как вы к ней относитесь, ну, вот, ну, конкретно, скажем так, как вы относитесь к ней. Вот, это все дает вот о себе знать, в данном случае, в виде того, что и девушка, как-то вот к вам относится по стольку-поскольку, и вы чувствуете себя, как вы, вот, в данном, ну, в данном случае выразились с запасным вариантом, вариантом, вот. И это, кстати, совершенно справедливо, то, что вам не нравится, это совершенно справедливо, то, что, ну, то, что, то, что вас это не устраивает. То есть, совершенно справедливо, что, ну, вам не нравится, вот. Ну, другой вопрос заключается в том, что вы делаете для того, чтобы этого не было, именно, вот, в вашей реальности, вот, что вы делаете для того, чтобы этого не было, вот. Именно, в вашей реальности, вот. Ну, вы, вот, в данном случае, да, вы пытаетесь, как бы, ну, девочку из нее, вы пытаетесь, там, от нее, грубо говоря, чего-то, ну, чего-то добиться. Ну, правда заключается, на мой взгляд, в том, что любой человек преследует свои личные цели, это абсолютно нормально, вот, человек преследует свои личные цели, абсолютно нормально, вот, человек хочет, ну, чего-то. Значит, для себя, вот, и, соответственно, в первую очередь думает о себе, вот. То есть, это, это нормально, вот, вам тоже нужно, нужно думать о себе, да? То есть, девушка видит, видит, например, что, ну, вот, что с вами, допустим, не получается по, ну, в полной мере. Девушка видит, что вы, ну, грубо говоря, не ведете себя, так как она считает, вы должны, ну, например, себя вести. Вот, и она, соответственно, находит вариант на стороне, вот. К этому, к этому можно по-разному относиться, вот, как мне кажется. Это можно по-разному воспринимать, но то, что здесь человек хорошо демонстрирует наличие у себя интересов, это факт. Вот, и, соответственно, вам здесь, ну, вот, в каком, в каком-то смысле, есть чему поучиться, вот, у девушки. Другой вопрос, хотите ли вы чему-то учиться, вот. Поэтому, я думаю, что девушка сама не знает, кто вы для нее, вот, потому что, ну, ваши, ваши отношения к этому не располагались. То есть, вот, то есть, вот, не располагают, ну, вот, ваши взаимодействия, да, не располагаются к тому, чтобы чувствовать, кто вы друг для друга. То есть, опять же, опять же, к этому можно по-разному относиться, да, то есть, можно говорить, что человек поступает аморально, можно говорить, что человек, там, пытается себе подстелить соломку и так далее. Можно говорить о том, что девушка, ну, вот, в какой-то степени пытается манипулировать, да, она, ну, вот, в данном случае, вами, с другим молодым человеком, вот, это правда, что она действительно, вот, манипулирует. Но важно, важно другое, важно то, что, что она манипулирует, как бы, свои интересы, интересы свои защищая, да, вот. А вы свои интересы не защищает, то есть, она, свои интересы защищает, как бы, а вы нет. В чем, вот, штука, штука здесь, в чем здесь, вот, такой момент. Неприятный, ну, достаточно, достаточно неприятный, понимаете, да? Вот и все, то есть, это такая вот, с вашей стороны, пассивная позиция, вот. Еще один важный момент. На который я бы хотел обратить ваше внимание. Заключается в том, для чего вам отношения. Ну, вот, ну, вот, в целом. Вообще, зачем вам отношения? Вы говорите, девочка, мне нравится. Больше и больше. Давайте попробуем увидеть, чем она вам нравится все больше и больше. Как? Как вы понимаете, что она вам нравится все больше и больше? Ну, то есть, что меняется, что она вам нравится все больше и больше. Я думаю, что, что поменяется, я думаю, что, ну, вот, происходит, происходит какие-то изменения. И, на мой взгляд, это нужно фиксировать. На мой взгляд, в этом нужно отдавать себе отшел. Это нужно замечать. К этому желательно проявлять внимание. Сейчас, вот, на данный момент, как мне кажется, это может быть проблемой. И, соответственно, если вы боитесь чего-то, если у вас есть страхи какие-то, у вас есть какие-то сомнения, тревога, на это нужно обращать самое пристальное внимание и не перекладывать ответственность на других людей, там, на девушку, там, и так далее, на кого-то еще. Вот. Я думаю, что в глубине души вы знаете, кто вы сейчас для нее. Вы знаете, я думаю. Я думаю, вы знаете, кто вы для нее. Просто, ну, возможно, по ряду причин вы отказываетесь это признавать. Вот. Ну, чем чем дольше вы отказываетесь это признавать, тем дольше вы будете находиться в этом состоянии, вот, в крайне неприятном для себя состоянии. Потому что в этом состоянии вам не получается управлять своей жизнью. Вот. А, получается, получается так, что в вашей жизни управляет кто-то другой. Ну, в данном случае, вот, опять же, например, девочка или ее парень и так далее. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Так, я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта. надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь. 기로ン. Субтитры создавал DimaTorzok